Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. В Сочи из-за подъема уровня воды в реке Кепша введен режим ЧС. Непогода пришла на территорию всего Краснодарского края. На сходе граждан в Адлере объявили о назначении нового главы района. А также мэр города обсудил с адлерцами вопросы застройки, переселения из ветхого жилья, ремонт жилых домов и дорог. Темпы строительства и подключения к сетям. Проблему обманутых дольщиков снова обсуждали в Сочи. Народный контроль и мониторинг местной единоросс разработали план действий и дорожные карты, нацеленные на выполнение национальных проектов. Участники нацпроекта «Здоровье» врачи теперь ежемесячно будут отчитываться на специальном совете. В первый день весны в Сочи объявлено экстренное предупреждение. Сегодня на Черноморском побережье ветер усилился до 28 метров в секунду. В горах сошла лавина, а в районе села Кепша Адлерского района действует локальный режим ЧС. Там специалисты зарегистрировали подъем уровня воды в реке. На месте дежурят спасатели и сотрудники районной и сельской администрации. Работает техника, которая расчищает русло. На данный момент затопленных домовладений в селе Кепша нет, как и необходимости эвакуации людей. Непогода пришла на территорию всего края. На неблагоприятной отметке уровень воды и в реках в Северском и Туапсинском районах. Людей уже предупредили о возможной опасности. Все оперативные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор региона. Все оперативные службы Кубани переведены на повышенный режим готовности. Жители территории, где зафиксирован подъем уровня рек, уже оповещены. Пока это Северский и Туапсинский районы. Глава муниципалитетов поручил держать ситуацию на личном контроле. Вениамин Кондратьев добавил, что при необходимости для устранения последствий разбушевавшейся погоды задействуют специальную технику. По прогнозам метеорологов, погода наладится только к 8 марта. Глава города возобновил практику сходов граждан. Накануне Анатолий Пахомов встретился с жителями Адлера и обсудил с ними наболевшие вопросы. Сход граждан в Адлере мэр Сочи провел вместе с исполняющим обязанности районного главы Дмитрием Хамецевичем. Бывший глава Адлерского района Денис Юрковский теперь возглавит краевой департамент строительства. И именно тема застройки стала основной на сходе граждан. Люди хотят видеть район курортным и положительно относятся к тому, что все нелегальные самострои будут снесены. Сегодня у нас 54 дома здесь, в Адлерском районе, которые решением всех трех инстанций суда признаны самостроями и признаны к сносу. Естественно, что мы их снесем, потому что сегодня, слава Богу, но закон дал нам право. Также жители Адлера интересовались капитальным ремонтом домов, в частности графиком. Главный вопрос – по какому принципу составляется очередность подлежащих ремонту жилых объектов. Мой дом 44 года уже существует, и наши сроки все время переносятся. Вы уже назначены капитальный ремонт, это 19-й год. А потом я перезвонила в ваш фонд, и мне сказали, ну 32-й. Анатолий Пахумов объяснил, что сейчас в Сочи вновь началась работа по приведению курорта к единому архитектурному облику. Это уже город проходил перед зимними Олимпийскими играми, но сегодня тема вновь становится первостепенной. Многие дома требуют даже не текущего, а срочного ремонта, ну а те объекты, что подлежат сносу, активно расселяются. За 10 лет в новые квартиры въехало более 1100 сочинцев. В этом году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья финансирование продолжится. В этом году 131 квартиру мы передали нашим людям и переселили из ветхого и аварийного фонда. Вот улица Перелетная у нас вся переселилась там, ну и многие другие дома. Продолжается эта программа на следующий год, на этот год мы будем переселять дом по видовой 33, там более 100 квартир. Он аварийный, большой, ну общежитие. Также в этом году в Адлерском районе в Чайсахозе будет построен детский сад и начнется ремонт трасс по федеральной программе «Безопасные дороги». Уже определены те улицы, которые в первую очередь попадают в список первоочередных. Также глава города обсудил с адлицами меры пожарной безопасности, правопорядок в районе и вопросы химобработки зеленых насаждений. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Темпы строительства и подключения к сетям. Проблему обманутых дольщиков обсуждали в Сочи на очередном заседании рабочей группы. Его итоги в нашем следующем сюжете. В традиционном совещании приняли участие прокурор города Игорь Грязнов, глава Сочи Анатолий Пахомов, руководители ресурсоснабжающих организаций, а также застройщики и дольщики. На заседании отметили, еще в прошлом году в реестре проблемных на курорте числились 28 объектов. Сегодня список сократился. За прошедший год мы исключили 8 объектов долевого строительства, то есть это наша главная задача. Удалось также найти инвесторов на достройку проблемных объектов. Это Фристайл, Зочи, ЖК Курортный. Так в ЖК Москва найденные администрации города инвестор активно прокладывают сети. Монтаж электричества в многоэтажке уже почти завершен. Запланировано строительство теплотрассы. С мертвой точки дело удалось сдвинуть благодаря совместной работе мэрии, ресурсоснабжающих организаций, прокуратуры и других ведомств. Подобные встречи, безусловно, полезны. Они очень помогают нам, и Анатолий Николаевич, и прокуратура. Вопросы решаются с ресурсоснабжающими организациями гораздо быстрее и положительно. Светлое будущее ждет и этот дом в переулке Трунова, многоэтажку печально известной фирмы ВАНТ. Объект начали возводить больше десятка лет назад. Один дом достроили, под второй лишь залили фундамент, и все остановилось. Каркас много лет стоит без сетей и коммуникаций. Теперь его достроит новый инвестор. Здание по его инициативе уже прошло экспертизу. Строение в хорошем достаточно состоянии, и было решено оставить этот корпус. 30-сантиметровые стены бетонные, полностью монолитные. И эксперты достаточно хорошо его изучили. Этот дом тоже будет входить в комплексе в первую очередь. Дольщики покупали квартиры, почти весь этот дом выкупленный. Они туда заселятся, получат свои квартиры, которые были. Ну, остальные, которым продали несуществующие дома, для них вот мы строим остальные четырех корпусов, они тоже получат свои квартиры. В свои квартиры покупатели смогут заселиться уже в следующем году. Этот же инвестор решит проблему дольщиков еще нескольких домов. Это многоэтажки ЖК «Долина» на аллее Челтенхэма, коттеджи ЖК «Курортный» в Адлере и ЖК «Бельвейс» на Трунова. Таким образом, заветные квадратные метры получат почти 700 обманутых дольщиков. На совещании обсудили вопросы по другим проблемным домам. Темпы их подключения к свету и воде. Каждая из объектов по-прежнему на постоянном контроле рабочей группы. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочинском отделении «Единая Россия» обсудили реализацию партийных проектов. В том числе это проекты «Новая школа» и «Безопасные дороги». Занимаются партийцы и вопросами переселения сочинцев из ветхого аварийного жилья. Большое внимание народному контролю, работу которого решено усилить по всем фронтам. В 2018-м в рамках проекта «Народный контроль» волонтеры провели более 100 рейдов. Лучшие из них на заседании получили благодарности из рук секретаря сочинского отделения партии «Единая Россия» Анатолия Пахомова. Группа волонтеров серебряного возраста, молодой гвардии, а также представители ТОСов и общественных организаций проверяли продуктовые магазины, аптеки, пляжи. Все выявленные нарушения добровольцы передавали в контролирующие органы. В этом году народному контролю предстоит не менее ответственная работа по мониторингу благоустройства на курорте. Также будет уделено внимание сфере ЖКХ и общественному транспорту. Рассмотрели на совете и реализацию проекта «Новая школа». В последние годы в Сочи ведется активная работа по созданию дополнительных мест в дошкольных и школьных организациях. В 2018-м прибавилось 490 мест. В этом году строительство продолжится и в итоге ожидается плюс 2000 школьных мест. Основная задача в этом году, отметил Пахомов, реализация программы по переселению горожан из ветхого аварийного фонда. Напомню, новоселье уже отметили 1100 семей в этом году, первые на очереди жители 105 квартир дома на видовой. Акценты на нацпроект здоровья. Несмотря на то, что теперь все учреждения здравоохранения перешли в краевое подчинение, контроль за качеством медицинских услуг должен вести сам город, уверен Анатолий Пахомов. Это ни в коем случае сегодня не дает нам право, нам право хоть на минуту подумать о том, что теперь все, теперь все вопросы наших жителей туда, в Министерство здравоохранения. Нет, нет, нет. Спасибо, что край финансирует нам здравоохранение, а вот контроль за качеством медицинских услуг – это наша с вами ответственность. Мы сегодня за собой оставили право строительства офиса врачей общей практики. И будем строить, наряду того, что в прошлом году мы там два построили, мы там в году четыре будем строить. Но, повторяю еще раз, наша задача и партийная задача – сегодня делать так, чтобы каждое медицинское учреждение было подконтрольно нашим проектом, нашим партийным проектом, общественным проектом. Поэтому я поставил задачу, что и партия «Единая Россия» в голове с нашим заместителем главой по соцвопросам Мариной Августовной буквально установили контроль за качеством работы. Нам необходимо установить контроль буквально за деятельностью учреждений образования. Нам тоже не все гладко. И каждый учитель должен знать, что он находится под особым контролем. Сейчас в «Единой России» готовится план действий, разрабатываются дорожные карты, нацеленные на выполнение национальных проектов. Что же касается программы по ремонту дорог, то в ее рамках дорожное полотно в Сочи отремонтируют на 800 миллионов рублей. До 20 июня, это максимум до 20 июня, мы должны сформировать новый план ремонта дорог. И примите в этом участие. Примите, какие дороги нам надо определить и отремонтировать. Давайте народное голосование устроим, интернет-голосование. По решению Пахомова, итоги всех голосований, мониторингов, работы народного контроля будут обсуждаться на городских советах при главе города. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 2 марта в Сочи облачно, дождь, температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем 5, 7 градусов выше нуля. А вот в станице Новолокинска и Белоглинского района отремонтировали пешеходный мост. С центром поселения он соединяет одну улицу. Реконструкцию провели по поручению губернатора. Раньше, чтобы не подвергать себя опасности, людям приходилось обходить 3 километра пути, когда по мосту он гораздо короче, всего 200 метров. О том, что путепровод находится в аварийном состоянии, жительница станицы Оксана Аракелова рассказала Венемину Кондратьеву в ходе январского приема граждан. Обновленный пешеходный мост – большое событие для станичников. Наш мост долгое время находился в аварийном состоянии. И для нас, жителей станицы Новолокинска, это была огромная проблема. Потому что у нас улица Заречина – это самая отдаленная улица нашей станицы. И там проживают и многодетные семьи, и много пенсионеров, которым очень далеко добираться было до центра. И сейчас мы очень рады тому, что наш мост отремонтировали. По поручению губернатора в станице были организованы ремонтные работы. В том числе демонтировано старое и установлено новое деревянное покрытие, а также металлические перила. Для местных жителей мост стал доступен уже в середине февраля. Ну а тему благоустройства в масштабах края и то, как создать комфортные условия в кубанских городах и поселках, обсуждали в краевой столице. Дискуссионной площадкой стала выставка «Югбилд». Масштабную архитектуру на строительный форум посетил Вениамин Кондратьев. Глава региона осмотрел стенды, пообщался с производителями и поставщиками. Именно так выглядит детская площадка нового поколения. Вместо традиционных лазей и качель – канатные сетки, преодолев которые, ребенок добирается до горки. Производители так и говорят – это не просто игровая зона, а целое спортивное развивающее оборудование для ребенка. Такие конструкции безопасны, долговечны и применимы климатическим условиям нашего региона, что очень важно при выборе одного из главных объектов городской инфраструктуры. Мы на сегодняшний день, в отличие от всех других компаний-производителей, уходим от фанеры. Мы используем АБС-пластик, который по всем своим техническим характеристикам, долговечности и всему прочему превышает сильно. Кажется, здесь есть все, чтобы возвести не просто дом, а целый город. В этом году в выставке участвуют 265 компаний из пяти стран мира. Среди них кубанские производители, их около 40. Компании региона традиционно востребованы. Только в прошлом году фирмы смогли реализовать товаров на сумму более 57 миллиардов рублей. А это на 9% больше, чем в 2017. Миньямин Кондратьев интересуется у производителей, как они себя чувствуют сегодня на рынке стройматериалов. В основе вашего успеха лежит экономика. Экономика вашего предприятия. Насколько сегодня востребована ваша продукция гипснауф на строительном рынке, в первую очередь региона? Во-первых, мы сейчас работаем в четыре смены. Загружены заводы практически 100%. Мы планируем сейчас расширять мощности. В следующем году мы планируем запустить новые производства от цементной смеси. То есть вы уверенно смотрите в завтрашний день? Конечно. У нас амбициозные планы. По тем компаниям, которые производят стройматериалы, можно оценивать состояние в целом строительного комплекса региона. Если сегодня он волонтерен, если вы сегодня уверенно смотрите в завтрашний день, вы производители строительных материалов, значит, конечно, в целом нет никаких угроз для строительного комплекса края. В регионе несколько лет успешно реализуется приоритетный проект формирования комфортной городской среды. В крае появляются новые зеленые зоны, скверы и парки. Не последнюю роль в создании таких общественных территорий играет качественная и красивая плитка. Вениамин Кондратьев осмотрел стенд одного из таких производителей. Их плитку сегодня можно увидеть на улицах многих кубанских городов. Вы сегодня достаточно зарекомендовали себя с точки зрения цены и качества. И качество высокое. Значит, не избавляйте качества и делайте цену доступной. Поэтому, если, конечно, кто-то будет дышать вам в затылок с такой же ценой и с таким же качеством, конечно, он тоже может запросто зайти. И его плитка тоже будет в наших городах, станицах и поселках. В этом-то момент. То есть конкуренцию, коллеги, никто не отменял. На площадке, кроме строительной продукции, были представлены и новые архитектурные проекты. Это парки, скверы и жилые районы. При этом многие комплексы на макете. Это 20-этажные высотки. Губернатор отметил, такие здания хороши не везде. В первую очередь надо создавать достойные условия для жизни людей и строить дома так, чтобы в них было комфортно. Комфортная среда, на самом деле, для человека это невысокая среда. То есть это, ну, средняя по высотности строительства, это 4, 5, 6 этажей, наверное, предельно. Там люди ощущают пространство, территорию, небо. И вот сегодня, мне кажется, я понимаю, что чем выше, тем дешевле может быть тот или иной строительный комплекс. Но про комфорт давайте не забывать. Про комфорт не забывать. Мы на это ориентируем. Люди сегодня, почему с наших микрорайонов, спальных, бегут, они как по лабиринтам там ходят, по большому счету, добежали до квартиры, поэтому они спальнями-то и называются. Переночевал и опять убегает оттуда, убегает. А это неправильно. Люди должны жить, жить комфортно там, где их жилье. И мы должны сегодня разворачивать строительную индустрию в сторону качества жизни людей. Качество. Заработать, да, я понимаю, это бизнес. И он должен быть выгодным, прибыльным. Но в первую очередь он должен быть комфортным, комфортным для жизни. Поэтому пяти- и шестиэтажное жилье, я считаю, это новый стандарт, который сегодня должен появиться в строительной индустрии. После осмотра экспозиции губернатор встретился за круглым столом с ведущими архитекторами России и края. Ведь именно от них напрямую зависит облик каждого населенного пункта. Регион нуждается в новых идеях комплексного освоения территории. Лакомый кусок для инвесторов – кубанская столица. Но Краснодар не должен становиться комфортным только для бизнеса. От этого в первую очередь страдает житель краевой столицы. На встрече глава региона вспоминает про разговор с одним из инвесторов. Одному уважаемому инвестору приехал, мне говорят, мы купили, мы вложились, мы потратились, естественно, там все на свете. Я говорю, ну вот есть, пожалуйста, такой стандарт установленный, там пять этажей. Он говорит, что это невозможно, нет экономики. И я ему, знаете, как бы сказал, и он услышал, я говорю, знаете, вот так вы относитесь очень с легкостью. Пять этажей, либо 16 ему нужно. Я говорю, потому что это не ваш город. Вы здесь не живете. Вы его не чувствуете. Вы здесь зарабатываете. Просто зарабатываете. А мы здесь живем. Мы его чувствуем. И мы хотим, чтобы наши дети, внуки жили в таком Краснодаре. В комфортном, с пространством, с небом. Поэтому мы просто не даем зарабатывать на своем городе. Вы абсолютно правильно говорите. Ну все, хватит. Давайте повернемся к человеку. Давайте создадим ему комфортную среду. Для того, чтобы создать комфортную среду, на старом стойкомплексе базироваться категорически нельзя. Во время встречи между архитекторами возникла дискуссия по поводу сохранения исторического центра Краснодара. Так называемые новоделы должны органично вписываться в общий облик и не быть памятником бескусицы. И здесь важно выработать правовое поле для застройщиков. Нужно давно уже было прийти к одному знаменателю. Мы сегодня занимаемся акциями. То одного застройщика ловим, то второго, то третьего, то архитектора виноват. Потому что нет правового поля и нет одного знаменателя. Поэтому пока нету каждой на что гораздо. А потом судимся опять, опять останавливаем, приостанавливаем, сносим. Но это как-то оно такой хаотичный характер имеет. А должна быть система. Мы должны сегодня сделать первый шаг в сторону системы. Общей системы. Да, она будет плохой, хорошей, но система должна появиться. Система застройки. Правила и принципы исторического центра. Кубань сегодня динамично развивается. Только в прошлом году регион занял второе место в стране по объемам жилого строительства. Сегодня главная задача не гнаться за количеством квадратных метров, а сформировать качественно новую среду для жизни людей. И в этом особую роль играют городостроители и архитекторы. Архитектор – это такая профессия, которая по-настоящему после тебя может позволить оставить след. Вот какой будет этот след? После каждого архитектора. Скоро он будет комфортным. Для будущих, последующих поколений. Потому что строить на день, на год ничего не строится. Безусловно, хорошее решение, архитектурное решение я видел на стендах. Но это главная проблема. Как сегодня соотнести вот те варианты, предложенные вами, с реальной экономикой строительного бизнеса. Ведь эти проекты, они могут и остаться проектами на бумаге. И сегодня стратегически важная задача – двигаться в сторону качества уже того жилья, которое мы строим, у внешнего облика. Обсуждение длилось больше двух часов. Но даже этого времени оказалось мало. Разговор было решено продолжить. Ведь темы действительно волнующие. Потому что от принятых сегодня решений в градостроительной политике зависит будущее Кубани. Яна Бузычкина, Алина Сорокина, Алексей Комаров и Виктор Чаусов. Кубань-24, Краснодар. И снова сигаретный тайник. На российско-абхазской границе задержаны четыре автомобиля, в ходе осмотра которых и обнаружен незаконный товар. В багажном отделении был обнаружен тайник, замаскированный ковролином. В специально сооруженной нише из фанеры таможенники нашли 115 блоков сигарет без акцизных марок. В этот же день был задержан еще один автомобиль из Абхазии. Вазовская «семерка». Под арками передних колес, в нишах между подкрылками и корпусом были обнаружены еще 50 блоков сигарет. Еще две машины с табачной начинкой, Крайслер и Вазовская четверка, были выявлены на прошлой неделе. На сигареты и автомобили наложен арест. Возбуждено 8 дел об административных правонарушениях. В художественном музее открылась выставка «Модерникон». В экспозицию, подготовленную для показа в Сочи, включена живописи, графика российских художников последней трети 20-го – начала 21-го века из частного собрания коллекционера Александра Новиченко. Всего около 80 произведений. Это уже второй просветительский благотворительный проект, который коллекционер представляет в Сочи. Первая выставка состоялась год назад и называлась «Русский пейзаж. Художники России» 1940-2010 годов. В этом году в экспозиции представлены картины российских художников, продолжающих традиции русского авангарда. Наряду с традиционными пленерными этюдами, рисунками, акварелями и печатными графическими листами в коллекции собрана их пластическая альтернатива – тщательно сохраненные маргинальные формалистические опыты. В них смысловая и художественная выразительность передается фактурными и цветовыми диссонансами, деформацией формы, культурологическими подтекстами. В коллекции Александра Новиченко многообразно представлен широкий срез ретроспективных ассоциаций. В экспозиции представлены произведения художников Евгения Цея, Михаила Шемякина, Михаила Архангельского, Петра Кукушкина, Ведерникова, Яшина, Абрамова и еще десятка других. Вход на выставку свободный. В Югспорте подвели итоги всероссийских парусных регат. В акватории Черного моря прошли сразу три парусные гонки. Таким образом, стали известны имена победителей первого этапа Кубка России в олимпийских классах яхт и классе яхт «Финн», а также всероссийских соревнований по парусному спорту «Зимняя ривьера». Во всероссийских стартах приняли участие 207 яхтсменов из различных регионов страны – от Крыма до Дальнего Востока. Самому младшему участнику регат 13 лет, самому возрастному – 67. Спортсмены в течение недели боролись за звание лучших. В итоге победителем первого этапа Кубка России в классе яхт «Финн» стал Аркадий Кистанов из Москвы. В олимпийском классе яхт первое место занял яхтсмен из Анапы. Среди призеров и сочинцы с питерцами. Сочинские спортсмены отличились и во всероссийских соревнованиях «Зимняя ривьера», а именно Игорь Малявский и Михаил Саховский. В классе «Лазер» девушки-призеры показали результаты выше, чем юноши и первенствовали в абсолютном зачете. Чемпионкой в парусной доске техно до 15 лет также стала Сочинка Элина Эгикян. Следующий этап Кубка России в олимпийских классах яхты и классе «Финн», а также всероссийские соревнования «Сочинская регата» пройдут на курорте в конце марта. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости», «Сочи», «ФКТ», в «Фейсбуке», «Инстаграме», «Одноклассниках», «Телеграме» и в сообществе «ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...